Это случается с каждой. До выхода из дома остается 5-10 минут, а ты выглядишь так, будто всю ночь разгружала вагоны. Тусклое помятое лицо, какой-то серый вид, а сегодня очень важный день, и ты должна быть настоящей звездой. И, конечно же, внешний вид здесь играет важную роль. Досмотрев этот урок до конца, ты узнаешь о 8 моих секретах скорости в макияже, которые позволят тебе мгновенно с утра собираться и выходить настоящей звездой. Также я тебе расскажу пару секретов, которые помогут тебе уже с утра просыпаться без отеков и без тусклого лица. Совсем недавно я наткнулась на интересное исследование, которое проходило в университете Сент-Эндрюс. Это старейший университет Шотландии. Исследователи брали фотографии обычных людей и с помощью специальных программ улучшали их черты лица. После этого давали по две фотографии испытуемым. Результат был ошеломляющим. Испытуемые считали, что более привлекательные люди учатся лучше, более ответственные и более благонадежные. Общий принцип моего быстрого ежедневного макияжа. Я всегда его делаю именно в такой последовательности, для того, чтобы в любой момент просто остановиться и убежать. Поэтому он всегда идет от простого к сложному. И в каждый момент времени ты смотришь, и картинка уже красивая. Но, конечно, добавляя тот или иной этап, ты получаешь все более лучший результат. Этот макияж, который я буду показывать, это мой макияж обычной жизни для обычной Иришки. То есть не визажиста, когда мне не нужно производить впечатление человека, который владеет всеми навыками макияжа, может нарисовать и сложные смоки, и стрелки. Этот мой макияж гораздо более простой. Именно Иришки в обычной жизни, когда мне нужно встретиться с друзьями, сходить на спорт, сходить на свидание. Кстати, этот макияж очень любит мужчина, поскольку здесь ты такая свеженькая, и как будто вообще не красилась. И первый этап моего макияжа, это всегда консилер, румянец и брови. Именно эти три столпа позволяют сделать лицо максимально свежим за одну минуту. Мы начнем с консилера. Для своего макияжа я выбрала минеральный консилер от бренда Crystal Minerals. Он мне нравится и за тающую текстуру, и за приятное перекрытие, но и за то, что в него добавлены специальные ухаживающие компоненты и масла, которые увлажняют тонкую кожу вокруг глаз. Для себя я выбрала третий оттенок. Он достаточно нейтральный и подходит к тону моей кожи. Для того, чтобы нанести этот консилер, использую плотно добитую, круглую, синтетическую кисть, с помощью которой можно в буквальном смысле зашлифовывать лицо. Прежде всего я наношу его в зону вокруг глаз, плюс добавляю консилер на те места, которые хочется визуально спрятать. Чаще всего это крылья носа, где есть небольшая краснота, плюс у меня есть небольшие синяки после посещения косметолога. Второй продукт, который моментально добавляет свежести, это румяна. Для повседневного макияжа, когда я не использую тональные средства, я чаще всего использую кремовую румяну. Они в буквальном смысле растворяются на лице. Сегодня я буду использовать кремовый румяна также от бренда Crystal Minerals в моем любимом оттенке, который красиво подчеркивает оттенок кожи. Он достаточно универсальный, плюс, конечно же, его можно нанести и на губы, и на щеки. То есть это продукт такой два в одном. Если ты не знаешь, какие румяна тебе выбрать, то совсем недавно я снимала подробнейший урок о том, как выбрать румяна, где все по полочкам разобрала и рассказала. Поэтому сейчас можешь поставить это видео на паузу и перейти по ссылке, которая у меня сейчас над головой. Ну и, конечно же, я воспользуюсь гелем для бровей, для того, чтобы брови были более аккуратные. И этих трех маленьких шагов достаточно для того, чтобы твой макияж уже был завершенный. И в случае чего ты была со свежим личиком. То есть никаких недосыпов, никаких синяков по глазам, никто этого не видел. Это наш с тобой секрет. Второе мое важное правило для того, чтобы с утра уже быть свеженькой, без отеков, без синяков под глазами, это часть утренней рутины переносить на вечер. На самом деле, для того, чтобы ты действительно просыпался свежим лицом, во-первых, очень важно хорошо очищать свою кожу. Помимо стандартного умывания, с помощью геля и гидрофильного масла пару раз в неделю я использую различные маски для глубокого очищения, либо специальный аппарат Ready Skin Neoskin. Функционное очищение, оно способствует глубокому очищению кожи от загрязнения и макияжа, а за счет инфракрасного прогрева и вибрации помогает в буквальном смысле растворить плотные закупорки в порах. Аппарат Ready Skin Neoskin появился у меня совсем недавно, но стал одним из любимейших вечерних ритуалов. В аппарате 6 режимов и 3 уровня мощности. Чаще всего я использую режим лифтинг. Это сочетание воздействия вибрации, ультразвукового и микротокового массажа. Этот режим стимулирует кровообращение и обменные процессы, усиливает выработку коллагена, укрепляет и подтягивает кожу, а также заменяет мне салонные процедуры. Еще мне очень понравился режим LED-терапии. Красный свет сокращает морщины и уменьшает поры, кожа становится более плотной. Синий свет имеет антибактериальный эффект, и он отлично подойдет для тех девочек, у кого есть акне, прижирный и склонный к высыпаниям кожи. И под настроение я чередую тонизирующие и успокаивающие вибромассажи. Чтобы усилить эффект от процедуры, я наношу специальный гель, который создает электропроводящую среду для микротоков и РФ. Он улучшает скольжение аппарата по коже, содержит в составе гиалуроновую кислоту, экстракт ламинарии и пузырчатого фукуса. На самом деле 10 минут работы аппарата перед сном, и ты с утра просыпаешься уже такой свежий, у тебя нет вот этой вот привычной отечности, твоя кожа как будто напитанная. Ну и помимо того, что его можно использовать на лице, я также использую его на зоне шеи и зоне декольте, потому что нас, девочек, естественно, оценивают по портретной зоне. Удобно, что аппарат можно брать с тобой, в нем есть встроенный аккумулятор, поэтому я спокойно его беру с собой и в поездке, но и при желании беру его к своим клиентам, если мне нужно перед макияжем сделать такой легкий бонус. Также производитель предоставляет гарантию 1 год и сервисную поддержку. Для того, чтобы эффект от процедуры был еще более выраженный, я очень люблю использовать ночные маски для лица. Одна из моих любимых – это увлажняющая, успокаивающая маска от бренда Кристина. И в сочетании с массажем, либо в сочетании с режимом лифтинг, она действительно с утра дает классный эффект. Поэтому, девочки, если понимаете, что с утра у вас будет времени на сборы слишком мало, как у меня бывает, когда я собираюсь к невестам. То есть, чтобы мне приехать к 6 утра к невесте, я должна проснуться в 4 и выглядеть свежей. В этом случае я всегда вечером делаю сложную вечернюю рутину, для того, чтобы с утра как можно меньше собираться. Еще один мой бьюти-секрет ежедневного макияжа, когда нужно быстро, эффектно, свежо, и при этом без ощущения плотной маски, это использовать не классическое тональное средство, а минеральный тон. Дело в том, что минеральный тон сочетает в себе и эффект тона, и эффект пудри, что экономит нам и время нанесения, и не создает эффект слоеного пирожка на лице. Один из моих любимых минеральных продуктов это минеральный тон от бренда Crystal Minerals. Я люблю его именно в рассыпчатой версии, поскольку найдет красивое легкое свечение кожи, при этом хорошо абсорбирует жирный блеск, ну и, конечно же, дает эффект невидимого покрытия на коже. То есть, когда ты даже вот себя с такого расстояния рассматриваешь зеркало, и ты не видишь этот тональный крем. Девочки, для тех, кто хочет эффект, я такая красивая родилась, для свиданий обратите внимание. Еще один бьюти-секрет, который я люблю использовать, это всегда красивые брови. Что это значит? На полном серьезе, когда я обучаю девчонок макияж для себя, чаще всего идет затык именно на бровях. Поэтому для того, чтобы у тебя не было вот этого лишнего времени нарисования волосков, выстраивания формы, либо периодически ходи к бровисту, который будет выстраивать себе форму, либо посмотри на моем канале специальный урок, в котором я подробно рассказала, как красить брови, как выстраивать форму, какая форма дойдет каждой из вас. И тогда ты сможешь с утра, как я, просто причесать бровки гелем, получить такой аккуратный пушистый эффект и не тратить время на вырисование волосков. Плюс красиво окрашенные брови, это всегда сам по себе хороший акцент макияжа, который добавляет и контрастности внешности, ну и, конечно же, делает ухоженность. И вот тот самый лоск, за которым мы гонимся. Если у меня есть время продолжать свой макияж дальше, я делаю коррекцию лица. Для повседневного макияжа, когда нужно быстрой одной кистью, я люблю использовать полупрозрачные бронзеры. Один из моих любимчиков уже несколько лет, хотел сказать несколько десятков лет, но действительно это бессменный друг в моей косметичке. Это бронзер N-Beauty. Это какая-то уникальная текстура. Она легкая, полупрозрачная, шлифующая, заполняющая поры. При этом при нанесении получается красивый эффект скуловой тени и при этом легкий эффект загара. Этот бронзер я наношу достаточно пушистой кистью, для того, чтобы не было сильных переходов на лице. Но и на самом деле большие пушистые кисти именно в макияже скул в такой технике позволяют действительно экономить время. Ты кисточку поставила, что-то там потушевала, получила такой уже эффект скуловой коррекции. без опасения того, что ты где-то накосячишь. Такая красивая я сегодня, а я такая красивая сейчас. Для тех, кто не умеет выбирать для себя бронзеры и не знает, как с ними работать, я сделала два классных видео на моем канале. Также всегда можно остановиться и посмотреть. На самом деле мой канал – это такой хороший энциклопедический сборник о макияже. Макияж глаз я всегда упрощаю до двух этапов. Первый этап – это межресничное пространство. Очерченная яркая межресничка всегда дает эффект более пушистых ресниц, добавляет контрастности, ну и плюс взгляд становится по-настоящему выразительным. Для своего повседневного макияжа сегодня я выбрала карандаш от бренда Radiant. Я уже несколько раз его показывала на своем канале. Помимо того, что карандаш достаточно мягкий, что облегчает процесс нанесения, он очень устойчивый и имеет правильный такой коричнево-черный оттенок. То есть он не серит, он не зеленит, он такой вот правильный цвет, который гармонизирует со внешностью многих моих клиентов. Второй этап быстрого макияжа – это использование кремовых теней. Когда я наносила бронзер, я уже с помощью пушистой кисти добавляла немножечко бронзовых оттенков на верхнее веко, чтобы был эффект таких накрашенных немножко глаз. И кремовые тени сейчас отлично впишутся в этот макияж. Сегодня я использую новинку от бренда Natasha Shake в коллаборации с золотым яблоком, а именно красивейшие кремовые тени в таком стальном, немножко холодно-зеленом оттенке. Помимо того, что они очень стойкие, мне еще понравилось, насколько хорошо оттенок втушевывается в кожу. То есть, когда ты его наносишь, нет ощущения резкой границы между кремовыми тенями и кожей. Посмотри, как красиво засияли мои глаза. Есть легкое сияние на веках, но при этом макияж глаз не выглядит перегруженным. Ну и, конечно же, тушь. Для своего повседневного макияжа сегодня я также тебе показываю новинку. Это ультра-черная тушь. Чернее арабской ночи от бренда Vivienne Sabo. Недавно я была на презентации этого бренда. На самом деле, тушь мне понравилась. Она дает хорошее разделение, удлинение ресниц. И у нее действительно такой более черный эффект на ресницах, в отличие от классической туши Кабаре, которую, я знаю, многие любят. На этом этапе ты всегда можешь уже убежать, потому что на губах я наносила бальзам. Но если хочется, можно сделать легкий макияж губ. Первый маленький секрет макияжа губ это использование на ночь специальных бальзамов для восстановления губ. Дело в том, что напитанные губы сами по себе уже красивые и не требуют каких-то специальных средств. Мой любимый сейчас продукт это ланолин. Это средство, которое кормящие мамочки используют для того, чтобы восстанавливать свои соски. Но я наношу их на губы на полном серьезе. Ночь с этой маской дает тебе возможность с утра проснуться с напитанными губами без шелушений, без трещинок. Это особенно актуально сейчас в такой вот переходный период, когда у нас мокрое, еще холодно, ходят ветра и губы постоянно обветренные. Второй этап, который я использую, это карандаш для губ. Я немножко подчеркнула форму губ. У меня сегодня карандаш от бренда Никмале в красивом таком серо-розовом оттенке. Плюс я добавила немного кремовых румянт на губы, которые я показывала в самом начале. Ну и, конечно же, блеск, чтобы был более яркий акцент. По итогу у нас с тобой получился такой легкий макияж. Это мой обычный макияж, который занимает у меня 5-7 минут. Он позволяет мне выглядеть свежей ежедневно. Плюс за счет того, что я использую большое количество минеральной косметики, с этим макияжем я могу смело ходить на спорт, не боясь, что у меня забьются поры от того, что я вспотею. С этим макияжем я могу спокойно ходить целый день и не чувствовать вот это вот неприятное ощущение от того, что у меня много косметики на лице. Все-таки у меня, как у визажиста, есть некоторая профдеформация. Когда я крашусь много, например, для съемок видео, либо для выходов на какие-то мероприятия, либо когда я работаю с клиентами, на следующий день мне хочется более легкой текстуры, чтобы кожа отдохнула. В каждом выпуске, как и всегда, у нас с тобой конкурс. Условия конкурса не меняются. Лайк этому видео, подписка на мой канал, а в комментариях мы пишем секретное слово, которое я прячу в этом видео. Секретное слово я спрятала в том месте, где показывает тебе новый аппарат для работы с кожей. Я уверена, что ты внимательно меня смотрела.